Привет всем! Вы на канале Просто Детки. И у нас продолжение обзора игры Лео и Тиг. Таёжная история. Это вторая часть нашей любимой игры. И получается... Впереди препятствие! Надо обойти его! Свернём к болотам! Да, мы остановились на последнем испытании на болоте. Нам нужно повалить дерево. Лишь последняя просьба. Свали то дерево. Уверен, дорога приключений ещё приведёт на мои болота. И мост будет очень кстати. Я очень много бегал Тигом. Все уголки болота в первом обзоре нашем, скажем так, исследовал. И он очень устал и не успел повалить дерево. Сегодня я постараюсь поменьше заниматься самодеятельностью. Буду делать только то, что мне говорят по заданию. Я только прикидывал, где я там неправильно что делал. Вот именно слишком много везде лазил. Всовывал свой нос куда не нужно называется. Так, вот она уже здесь, рядышком совсем. Вот она, да. Всё, что нужно было сделать. Толкнуть дерево. Молодец! Теперь возвращайся к большому дереву. Я буду ждать тебя там. Хорошо. Так, а здесь что нам? А, да, к большому дереву. Это типа как на главную карту. Всё, змеяк убрали, видите? Впереди препятствие. Надо обойти его. Пройдём через лес. Ух ты. А, куда нам идти через лес? Где лес нарисован? Так, подожди, лес там, по-моему, намного дальше, чем то дерево. А, ну ничего, сейчас познакомимся с лесом. Эй, кто это к нам пожаловал? О, Харзы. Подойди-ка сюда. Что, давно по шапке не получали, Харзы? Ну да, супер-пупер-герои. Так, а нам нужно следы искать опять, да? Включать свой супер-пупер-нюх. Вот он. Давайте. А, вот видим следы какие-то. Даже не знаю, что это за зверь такой. Я пока ещё не разобрал. Так, вот опять какие-то следы видно. Не сказать, что большие следы. Ага, так это ж наш друг. Кажется, чудище направилось к воде. Правда, потом мы его не видели. Наверное, где-то спряталась. Ну почему же чудище? Так, ладно. Ого, колючки даже. Нужно их убрать вообще, да? Так, хорошо. Ух ты. Камень нужно сдвинуть. Ну какой сильный. Так, вот следы. Почему же его пнили за чудище, не пойму. Ну вот он раз, и что? Поплыл? Нет, искупался. И побежал дальше. Расскажи, удалось что-то найти? Чудище не видать. Так, куда бежать? Я обещал не заниматься самодеятельностью. Только за светлячками. И никак по-другому. Ну-ка. Чудище нашлось? Ну и где же оно? Пока не покажешь нам его, мы тебе не поверим. Да, покажи нам, где оно, чудище. Харзы приняли Лео за чудовище. А теперь хотят его поймать. Иначе не помогут. Нужно обхитрить их. Подсунуть им кому-нибудь другого. Пусть думают, что чудище и правда поймано. По крайней мере, с виду. Приступим. Сначала нужно поймать пару светлячков. Ага. Ну. Раз пару, значит пару. Вот они здесь все рядышком. Долго искать не придется. Так, раз. Два. Ого, какой большой пенек. И правда на чудище похоже. Это вообще класс. Два светлячка внутри пенька выглядят точь-в-точь, как глазище какого-нибудь чудища. Харзы точно поверят. А да, они же глупые. Чтобы казалось, что чудище никуда не убежит. Ха-ха. Так, нужно три веточки нам. О, вот они. Почему-то прям рядом лежат. Чтобы самые маленькие детки, которые играют в эту игру, совсем не напрягались. Ух ты. Выглядит, как будто тут и правда замуровали чудовище. Ха-ха, класс. Хорошо бы, чтобы звучало устрашающе. Ха-ха. Ха-ха. Вот тот кусок коры похож на рупор. Есть мысль, как его использовать. И как же? Скрутить в трубочку. Ого, какое большое. А, ну да, конечно. А теперь наш рупор нужно спрятать за пеньком. Так. Здорово. Последний элемент нашей композиции лягушка. Ух, и весело же будет. Да, я уже представляю. Такое чудище в лесу. А в темноте встретишь. Сам как лягушка заквакаешь. От заикания. И не жалко лягушонка ловить. Ну? Лягушонок. По-хорошему. Иди ко мне. Вот такой милый лягушонок. Совсем не страшно, да? Поймали. А теперь надо посадить лягушку рядом с тем рупором. Так, что-то я заблудился. Смотрите, я впереди с лягушком бегу. Они не успевают за мной, да? Ну? Вышло просто замечательно. Звук, что надо. Будто и правда неведомый зверь какой. Да-да. Ну что, долго еще ждать? Мы хотим посмотреть на чудище. Сейчас перепугаются. Просто страх как, да? Ой, нет-нет-нет, не хочу. Мне сюда нужно. Туда мне еще рано. Так, что ж такое? Вот они. Значит, чудовище поймано. А мы сейчас проверим, где оно. Ну-ка, посторонись. Так, наблюдаем. Мне уже страшно. А им что, не страшно? А тебе и правда удалось изловить этого зверя. Ну ты даешь. Ну и жутко же оно. Рычит. Да-да. Знаешь, теперь ведь нужно стереть его. А это очень ответственное занятие. Нельзя так просто взять и оставить пост. Да-да. Нельзя бросить пост. Хе-хе-хе. Так получится в дежурке. Да-да, извини, конечно. Но мы тебе помочь с тем деревом не сможем. Ням. Попроси кого другого. Да, лучше кого другого попроси. Бобра, например. Вон он тут, неподалеку. А теперь не мешайся. Вы же говорили, мы заняты. Вот это обманщики. Я знал, что они. Но если не обманут, то хотя бы как-то не по-честному поступят. Вот результат. А мы же здесь бегали, Бобра не видели. Откуда он здесь взялся. Ой, уморили вы меня, ребята. Это ж надо было харзам твоего Лео принять за это самое, за чудище. Как же они испугались. Ну хоть Бобер понял. А потом еще и поверили, будто тебе удалось это чудище изловить. Хе-хе-хе-хе. Твой друг сначала весь грязный прибежал в тине, а потом отмылся и побежал назад. Ай, сразу надо было ко мне обращаться, а не к этим хулиганам. Пойдем, помогу тебе с твоим деревом. Так, отлично. Ну так ты идешь или нет? И он-то даже сказал пойдем, а сам стоит на месте. Так, выходим на главную карту. Все, перегрызть дерево, да? Впереди препятствие. Надо обойти его. Отправимся через скалы. Да что ж такое. Так, получается скалы теперь, да? Я не уверен, что хватит сил у нашего Тига. Ведь он уже у нас прошел одну локацию. Сейчас скажут опять. Устал, бедняжка. Кто-нибудь, помогите! Ух ты, вот это класс. Так. Ух ты. Как я рад видеть здесь тебя. У нас случилась ужасная напасть. Пришел волк, и он нападает на Кино. А Кино еще не научился летать. Он в западне. Выручи меня. Надо как-то отвлечь волка от Кино. Хм. Принеси каких-нибудь камешков. Я попробую устроить на волка атаку с воздуха. Так, сейчас какой-нибудь кусок скалы принесем ему. Такой в пару тонн. Даже зачем было так камушки прятать далеко? Как я утомился. Порой отдохнуть. А приключения продолжим позже. Ага, ну вот я там и говорил. Так, интересно, кто-то может еще один? Вот, допустим. Бельчонок наш может, да? О, отлично. Я думал, только Тих сможет. Ага, а вот тут только Тих. К сожалению, да? А, так, ну я решил попробовать Кубу взять. Возможно, он тоже сильный. Возможно, у него получится сдвинуть этот камень. Видите? Тоже не хочет. Ха, хрю-хрю. Никак не получается. Что же делать? Придется опять ждать. А, ну, что же, друзья. Наверное, я тогда буду сегодня опять с вами прощаться. Я пока не пройду эту игру замечательную. Буду каждый день ее записывать. Поэтому не переживайте, что приключения наши не окончены. Буквально завтра, следующая серия. Наша Тиг отдохнет хорошо. И очень скоро приступит к помощи этим птичкам. А я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, то поддерживайте его с вами лайками. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Не пропускайте новую серию. Пока-пока, до новых встреч.